Уже не первый год в стенах Центральной городской больницы проводится конкурс профессионального мастерства медицинских сестер. Состязания проходят в несколько этапов. Они должны помочь выявить лучшего из лучших в каждом отделении, а затем и самого подкованного специалиста сестринского дела в лечебном учреждении. При проведении конкурса в отделении они показывали свои теоретические знания и практические навыки. В полуфиналах у нас были только теоретические знания, а сегодня в финале у нас будет теоретический опрос их знаний по профилактике внутрибольничной инфекции и практические навыки. На сегодняшний конкурс это будет определение группы крови и помощь при неотложных состояниях. Всех восьмерых финалисток, которые с успехом преодолели предварительные отборочные рубежи, уже можно назвать победительницами. И дело не только и не столько в самом конкурсе. Все они нашли свое призвание, работу, которую любят, и коллектив, находиться в котором комфортно. Это уже большое достижение, а потому к соревнованию девушки относятся легко, считая его просто интересным и запоминающимся приключением. К тому же в своих силах каждая из финалисток уверена, так как в багаже знаний не только лекции медучреждений, но и практический опыт, а также регулярные курсы повышения квалификации. Конечно, у нас раз в три года повышение квалификации мы ездим, категории получаем соответствующие и потихонечку растем. Подобные соревнования не единственная хорошая традиция центральной городской. Среди не менее популярных значится и конкурс патриотической песни. Такие начинания, по мнению руководства лечебного учреждения, помогают не только раскрыть потенциалы таланты сотрудников, но и серьезно сплотить коллектив, создать отличную команду единомышленников. В первую очередь, благодаря самой атмосфере мероприятий, которая настраивает на дружеское общение и позволяет увидеть коллег в новом свете. В первую очередь, мы проводим этот консульс для того, чтобы подчеркнуть значимость вот этой важной профессии медицинская сестра, которая является и помощником доктора, которая остается возле постели больного, когда врачи уходят домой. И мы хотим, наверное, показать, что медицинские сестра, они владеют как профессиональными навыками, так это люди в жизни, которые умеют и петь, и танцевать. И это хорошие мамы. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Телекомпания Бук-ТВ.